Привет, меня зовут Оля, я инструктор по фитнесу. В сегодняшнем видео уроке мы сжигаем жиры на бедрах и на боках. Итак, начинаем. Упражнение первое. Упор стоя на руках. Поднимаем правую ногу вверх на 4 счета. 1, 2, 3, 4. Выполняем это упражнение 16 раз. В этом положении поднимаем ногу наверх, ногу отводим в сторону. Делаем это резко. 1, 2, 3, 4. Выполняем это упражнение 16 раз. Дальше. Поднимаем ногу наверх, отводим ее в сторону, поднимаем наверх. 1, 2, 3, 4. Выполняя этот комплекс, вы потянете свои мышцы бедер и боков. Выполняя следующее упражнение, вы укрепите внутренние мышцы ног. Исходное положение на локтях. Поднимаем ноги вверх. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполняйте это упражнение 16 раз. Выполняем упражнение 16-16. Исходное положение на локтях. Ноги ровные. Поднимаем их наверх и раздвигаем на 16 счетов в сторону. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Обратно также на 16 счетов. Так. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опустим. Следующий комплекс упражнений укрепит мышцы ваших логовиц, бедер и боков. Исходное положение лежа на животе. Поднимаем ноги наверх на 8 счетов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Задержали. Сгибаем их колени. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скрещиваем ноги и делаем 8 раз такое упражнение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опускаем ноги. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем вам о подготовке одной из резидентов ОКБОДИ Ольги Шульгиной к соревнованиям в категории фитнес-бикини. Съемки мы вели в течение нескольких месяцев, чтобы составить более полную картину кондиций до начала сушки и в конце нее. На сегодняшний день моя тренировочная программа выглядит так. Как видим, Ольга не использует во время сушки круговые тренировки, популярные на данный момент. Ее тренировки имеют более силовой характер. Однако, может в ней беспокоиться. Мужеподобные мышечной массы вы, занимаясь в таком режиме, не наберете. Женский организм – это тонкий механизм, и его природная гормональная система не позволит вам стать мускулистой по мужскому типу. А вот обрести спортивную и подтянутую фигуру вам вполне по силам. Говоря о сушке, обязательно стоит заметить, что жир с тела начинает уходить, при условии соблюдения соответствующей диеты, конечно, лишь спустя месяц-полтора после начала специализированных занятий с отягощением. И, к сожалению, не из тех мест, с которых хотелось бы. Жир с тела уходит в определенные последовательности, и к этому надо быть готовым. У большинства женщин, занимающихся фитнесом, порядок примерно такой. Лицо, шея, потом спина, грудь, руки и в последнюю очередь с проблемных зон. То есть с живота, бедера, ягодиц. То есть чем жир ближе к центру тяжести, тем сложнее он сгорает. Немногие могут выдержать и сдаются раньше, чем начинают происходить действительно значительные изменения. Но те, кто не сдался, достигают замечательных результатов. КОНЕЦ Итак, я выхожу на финишную прямую. Соревнования через неделю. И мой рацион дневной на сегодняшний день выглядит так. Я съедаю за день 6 столовых ложек нешлифованного риса, льняное масло, порядка 1 чайную ложку с утра на завтрак. Далее я ем мясо, грамм 500 не меньше, рыбы, тоже грамм 300-400 и порядка 10-15 яичных белков. Из овощей ем только огурцы. Из мяса на сегодняшний день моими предпочтениями остается курица и кролик. Ну что ж, сегодня настал день Х, скажем так, которым я шла 3 месяца, не считая всю предыдущую свою спортивную жизнь. Что я могу сказать? Настроение на сегодняшний день такое. Я воспринимаю это как соревнование, как какой-то праздник. Я не хочу ни с кем конкурировать, не хочу ни с кем состязаться. Хотя девочки много, девочки сильные, девочки красивые, все яркие, все достойные. Я просто наслаждаюсь своим участием и понимаю, что самый главный мой приз – это та форма, которую я на сегодня получила. Все девчонки, качайте зад, если вам нечем заняться. Даже если есть чем, все равно качайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!